Андерс промахнулся. Не рассчитал? Обычно такую реакцию можно наблюдать, когда пуля попадает оленю в область сердца. Для кабана это редкое явление. Кабан бежит очень быстро, но Соран успевает отправить пулю точно в цель, прежде чем зверю удалось исчезнуть из виду. В смертельный поцелуй от карабина Ленарца калибра 9,3 на 62 валит кабана на повал. Классно унесет. КОТОМОН understand. КЫ ТОР Магнус истратил все патроны до единого. Такое может быть только в одном случае. Приступ охотничьей лихорадки налицо. У Ленарца опять проблемы. Первая пуля, не задев кабана, пролетает мимо. Естественно, Сурен посылает ей в догонку еще одну. Стойте. Пуля Магнуса попала прямо в лопатку. И незамедлительно кабан падает в грязь. Все признаки смертельного ранения и через мгновение зверь замертво падает. Тропа для Ленарца оказалась слишком узкой. Пуля пролетела, не задев свою жертву. Сурен. Сурен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крупный кабан, как этот, может преодолеть какое-то расстояние, будучи измертельно раненым. Вес дикого кабана достигает 140 килограммов, а длина клыков в среднем около 18 сантиметров. У крупного самца от 25 до 27 сантиметров. Охотники отдают дань уважения добыче. Они поздравляют и благодарят друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok По окончании загона подтягиваются остальные охотники, которым тоже не терпится посмотреть на добытых животных. Андерс осматривает старого сикача, которого ему удалось отстрелить на узкой лесной тропе. В этой группе было около 3 больших кайлоса. Я ударил один, и он поднял сразу. Это очень хороший удар, я думаю. Эти клыки могли бы стать украшением трофейной комнаты любого охотника. Как известно, две трети клыков находятся внутри пасти. Поэтому длина клыков кабана, добытого магнусом, составляет не менее 20 сантиметров. Очень хороший удар, очень хороший удар. Я всегда использую Калбол-Пелтор с охотниками. В последние 3-4 года, не больше, 5 лет, я просто ударил несколько ровных ровных гриб, без охотника. Я никогда не ударил без охотника, это действительно лучший удар. И это Сауэр-2.2, с ампоинт-сайтом, на самом деле. Это идеальная комбинация для билборных грибов. Эта модель называется 9000L, с 2-минутой точкой. Это означает, что вы можете shoot довольно аккуратно на дистанции, но, конечно, грибовный грибов на 60 метрах. Я использую Натуралис, Лапа Натуралис, в этом калибре. И на этом калибре я снял 6 грибов. И один из них, я должен закончить, что я снял с отверстия, на ногу. Но остальные, они просто умерли. Это очень, очень хорошая ампоинт, и билет работает очень, очень хорошо. Как обычно, охотники обмениваются опытом и травят байки. В Ингрии охотникам часто предлагают отобедать на открытом воздухе. Чаще всего подают густой наваристый суп. Стол обязательно покрыт белоснежной скатертью и сервирован фарфоровыми приборами. Несмотря на то, что история о добыче крупного кабана уже была рассказана, никто не возражает против того, чтобы услышать ее еще раз. На сытый желудок все кажется намного лучше. Но Нильс и его друзья приехали не за вкусным обедом. Им не терпится снова оказаться на охоте и еще раз испытать на себе все симптомы охотничьей лихорадки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охота началась. Загонщики и собаки уже за работой. Во время загона венгрии обычно используют 6-8 собак разных пород и от 30 до 40 загонщиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первая пуля попадает в невысокое дерево, и следующее, даже опытному стрелку, как Нильс, иногда не везет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огромный сикач пытается перебежать тропу. Кажется, он хочет перебраться на другую сторону. И Сорен здесь. Неужели он упустит свой шанс? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Сорен вновь засомневался, стрелять или нет. Вот когда понадобился огромный опыт венгерских охотников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проводник услышал шорох пробегающего животного, и Сорен быстро поворачивается. Но кабан бежит очень-очень быстро. Успеет ли Сорен? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и ответ. Молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охотнику есть чем гордиться. Еще одна попытка. Неудачно. Возможно, следующий выстрел Нильса будет более точным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я стой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На участке Сорена появляется еще один кабан. Напряжение нарастает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все три пули попали точно в цель. Но даже винчестер трехсотого калибра не может остановить стремительный бег огромного кабана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У проводника Сорена отменное зрение. К тому же он прекрасно знает охотничьи поместья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собак не видно. Именно поэтому этот огромный самец часто останавливается и прислушивается. Он настороже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из лесной чащи неторопливо выходит дикий кабан. Торопиться не следует. Настоящий подарок для Сорена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но иногда самый желанный подарок, оказывается, очень сложно добыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, что загонщики просто прогуливаются. Но на самом деле они хорошо знают свое дело. Такая прогулка всегда заканчивается блестящим результатом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короткий свист останавливает кабана, и у Сорена появляется еще один шанс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зрение как у сокола, слух как у лисицы. Проводник справедливо делает Сорену предупреждение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Преследуемый собаками на огромной скорости появляется еще один сикач. Сорен отправляет все три пули точно в цель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сорен удалось добыть не менее семи кабанов. Два из них очень крупные. Неудивительно, что ему приходилось не раз заряжать карабин. Непростой, но меткий выстрел, и кабан скатывается в лощину. Для Сорена это сегодня последняя добыча. После третьего выстрела самец наконец-то падает. Определить, куда именно попала пуля, бывает очень сложно. Поэтому вполне разумно продолжать стрельбу до тех пор, пока зверь не упадет на землю. Продолжение следует... Это первое шпио было не особо хорошо. Это номер 2 шпио. Это было определено. Я очень рад, что я очень приятный. Дальше. Охота закончена. Нильс, Ленарц и еще четыре охотника осматривают свою добычу. Особенное восхищение вызывают клыки крупного кабана. Если верить словам Сурена, привезти добычу домой будет непросто. К счастью, эту проблему придется решать не ему. Кайлер! Гуд! Сега гуд! Гуд ты, варфан Диа...